Девушки отдыхают 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 вон туда это сюда можно все тема летал крик мы в расчете летал просьба варма вот теперь точно я точно у вас уйма точно у вас и брата дай фотку еще раз воно Салам алейкум Ахмед Фабай Да, так точно Криминальная полиция Пройдемте с нами По какому поводу Пройдемте в отделение Вам там все объяснят Поехали Хорошо Мы же вроде договаривались Что ты не будешь курить Все Ну а в остальном молодец Тренажеры купил Доброе дело сделал Кстати Ты здесь видишь где нибудь камеры? Да нет вроде бы А журналистов? Вот видишь Тихо молча Помог людям Эти люди теперь Бога будут благодарить А Бог тебе и воздаст В стократном размере И это намного лучше Чем весь ваш популизм Перед камерами А люди Люди так и так об этом узнают Теперь ты понял Как надо людям помогать? Да Ну на этом все Завтра продолжим Хорошо Ты иди Погуляю Подышу Отличная идея До завтра Все Все давай Нормальная же зажигалка была Она не зажжется Давай дыши воздухом И не обманывай меня Все Понял Вы куда меня везете? В ДВД или куда? У вас вообще ордер на арест есть? Не беспокойся братишка У нас все есть Ты лучше скажи Зачем ты против строительства прешь? Чем тебе та зона отдыха не понравилась? Вы не с полицией, да? Не задавай сейчас личных вопросов Я тебе так скажу Выше головы не прыгай, понял? Вот эти свои непонятные статьи И зачем их пищешь? А? Какие статьи вы? Про что вообще? Я не пойму Братишка Дурочку не включай Я тебе за стройку говорю В горах Не лезь на тот объект Или мы с тобой по-другому будем разговаривать Усек? Вы что, типа угрожаете что ли? Мы не угрожаем Мы предупреждаем Теперь-то мы тебе Мнятно объяснили? Да Точно? Имей ввиду Это первое и последнее предупреждение Дальше Хуже будет Хорошо Я понял Понял Бауэр, здесь тормозни Давай, братишка На выход И этот Баржер, ну-ка, сужер Баржер Поехали Брат Я же тебе говорил Не лезь к ним Серьезные они люди Ты знаешь, сколько журналистов Из-за таких пострадало Поэтому Ты на этом этапе остановись Кое слово, хорошо? Хорошо Посмотрим Ты лучше скажи Ты насчет этого Максата Нашел что-нибудь? Нашел Сейчас Максат, Максат, Максат Сабитов Максат Давлетович 1969 года Место рождения Поселок Ушби Жарминского района Ушби У меня мамка оттуда А в какой школе она училась? Ну, 55-я Мама там училась Я там учился И он там учился Как-то Очень много Попаданий, не думаешь? Это совпадение просто А ты у мамы спросил? Там, кто он был Твой отец Туда-сюда Угу Да Я фотку показал Говорит, что это не он Ну и что? Ну, это давно было Наверное Наверное, даже не вспомнила А ты А ты с ней Поближе пообщайся Спроси там Кто он Кем хотел стать Да ты сапарин Всю жизнь Про моего отца Вообще ничего не интересовался А тут прям Пихаешь его в мне Ну я же хочу как лучше А ты прикинь Ты сын депутата Я же автоматом стану Лучшим другом сына депутата Раза Пусть Ладно, шучу, шучу На Дыши Все, полтора Счет 3 Да, я сам оплачу С чего это? Ну ты сын депутата Как-никак Ядплот то ли миссия Ой, разы Хочется Трумой Фигни всякой Горишь Официант Счет можно, пожалуйста? Слушайте, я тут подумал Я посмотрел эскизы все Чего мы паримся? Там можно вообще дешевле сделать Просто надо материал с Китая все привезти и все Да ты че? Да ну как минимум половину И там нормальная капуста будет А кто на... Более, эти журналисты А с чего ты взял? По лицам же вижу Кислый и беспонтовый Сейчас начнется провокация Здравствуйте Телеканал Астана Получается, вы все-таки Коттеджный городок будете строить? Ах вы журналисты, а Я вам последний раз объясню, хорошо? Там будет зона отдыха Скверы Пару кафе Дом отдыха Туда будут люди приезжать отдыхать Тем самым хотим просто привлечь туристов Это делается все для народа Для нас, для всех, а? Дорогие журналисты, уже не смешно Мы тысячи раз одно и то же спрашиваете А мы отвечаем У нас нет времени Если у вас много времени Вот с юристами с нашими поболтайте Потому что у нас времени нет У нас работают Это получается такая же история, как в ЖК Хоум Парке? Помните, вы строили? Также обещали парки, скверы А в итоге вы коттеджные города построили И распродали их Деньги получили Молодой человек, я не понимаю Про что вы говорите? Про какие деньги? Что за ЖК? Мы к этому Моя компания Вообще ноль отношений Понимаешь? Ну это вы, наверное, по документам там не имеете отношения Но вы являетесь инвесторами там Знаете, что я вам скажу? На самом деле Ты являешься чистой воды провокатор Я завтра на тебя в суд подам На меня в суд? Да Ну тогда я тоже на вас в суд подам Пожалуйста Вот вчера вечером ваши же люди ко мне пришли Полицейскими удостоверениями И угрожали мне Пытались избить меня Я не знаю Я не знаю Это бред, понимаете? Вы провокатор Они сказали, чтобы я не мешал вам Все, до свидания Бегите, бегите Отношения не имеют Прячьтесь Ну знаете, я вам по-любому не дам здесь строиться Вы что, думаете, что купили всех журналистов и все? Есть такие, как я Которые невозможно купить Я вам по-любому не дам строиться Беспредельщики В общем, все понятно По поводу бюджета я на днях решу Вопрос Че там по торговле у нас? В отчете еще написано, Макс Адалютович Джерайт Хорошо Тогда все, собрание окончено Работайте Можно? Конечно Ты обычно не спрашивал Ну ты обычно и не работал А сегодня прям целое собрание устроил Ну ладно Работа эта второстепенная Тебя ждут извинения? Да, я помню Кто у нас сегодня? У нас сегодня... Полный беспредел, братан Я клянусь Макета, полный беспредел Я уже не знаю, что делать Помните про журналистов? Ты уже без стука начал заходить? Я же не играюсь, я тоже работаю Я про журналист этого, Абая Да он офигел уже Статью про нас написал Да сколько можно терпеть? Давайте я его в лес отвезу с червями Закопаю и все Так, Арсен Этого делать не надо Не трогай его Ну не понял В смысле не надо? Почему это? В прямом смысле Этот журналист тоже чей-то сын У него мама, папа есть Ну и что? Братан, что-то я вас не узнаю Когда нас это останавливало? Давайте маму, папу в вагон отвезем С червями тоже закопаем Я деньги взял Там все люди уже заряжены Понимаете? Мы здесь с этим журналюгом Сисекаемся Братан, вспомните, как мы раньше работали Арсен Во-первых Я так больше не работаю Во-вторых Я тебе сколько раз говорил Деньги заранее не брать И в-третьих Не трогай этого журналиста Я сам решу Ты меня понял? Не понял, но понял Брат Просто мы Понимаете Мы вас любим Уважаем Переживаем Может все-таки В Турцию вас отвезем Там Ты не за меня-то за себя переживай И имей в виду У этого журналиста Отец очень непростой А теперь ввали отсюда Даже так? Валю? Хорошо? Али, волшавали Извини, прервались чуть-чуть Да, я заметил Я же здесь был Ну че, кто у нас там следующий? Следующий? Слушай, а может ты покушаешь? Ты же голодный? Да ладно, ты че Мой голод чувствуешь? Да, конечно, я все чувствую Собирайся Поедем в кафе Там как раз таки Обсудим Следующее извинение Слушай, а вот это Очень хорошее предложение Чуркеттек Спасибо Ну, как самочувствие, Масад Довлетович? Отлично Покушал, кофе попил Прям На душе так тепло Спокойно стало Мне очень нравится Мне очень нравится, что у тебя хорошее настроение Но, к сожалению, придется его попортить Подожди, я могу Ну че, Харат, я и Тасан За сколько из твоего продаж? Макееву даже не думал продавать Ммм, да, понимаю Но я его хочу выкупить Место хорошее, центр города Проходимость есть Мне нравится Ну да, понимаю Но, Макеев, ты Ладно, давай по-другому Ты мне торчишь сто тысяч долларов Правильно? Да Вот сегодня и поставишь их Макеев, как я тебе сегодня поставлю? Брат, я же сказал, дай чуть-чуть раскрутиться А я тебе что, банк, чтобы ждать, пока ты раскрутишься? Макеев, просто пойми У меня жена в аварию попала У меня все деньги на семью уходят Дети приболели И что? Это не мои проблемы Ладно Хочешь купить? За сколько? Ты, я вижу, меня не совсем понимаешь За сколько, мисс? Я тебе просто прощу твой долг И все Макеев, так не пойдет, ты что? У меня здесь оборудование только на 250 тысяч долларов, как минимум Ладно Видит Бог, я хотел по-хорошему Мура Скажи, а что происходит? Последний раз спрашиваю Отдашь по-хорошему? И ладно Собирай В итоге Ты в тот же вечер поехал и переоформил это стол На жену Арсена И с тех пор Он себе Ой, так все, все, ладно, ладно Кайфалом, чайкин сын Саламу алейкум Саламу алейкум Саламу алейкум Саламу алейкум Ты что, ты просить научился? Ты что, как думать умеешь, нет? Слушай, я понимаю Ты обижен на меня Но я правда Пришел, чтобы ты меня простил Что я для этого должен сделать? Ничего мне от тебя не надо, понял? Не, не, так не пойдет Слушай, давай так Ты же это СТО арендуешь Давай я его выкуплю Перепишу на тебя И будешь на себя работать, а? Не надо мне Знаю, как ты покупаешь Пойдешь у хозяина отнимешь И мне отдашь, что ли? Спасибо Ну, хорошо Скажи, чего ты хочешь? Ничего мне от тебя не надо Ты что, пришел, я тебя не пойму? Я твой мотив, ***, понять не могу Ты просто так не ходишь же Я правда пришел извиниться Хочешь, верь, хочешь, нет Но время идет, люди меняются Ты меняешься, что ли? Что-то слабо верится Постанова какая-то В общем, скажи, что тебе нужно И, может быть, есть какие-то просьбы Мне нужно, чтобы ты меня простил Хочешь, чтобы я тебя простил? Есть конкретно одна просьба Помнишь, что есть твоего? Верни мне его Я тебе твой долг верну И все Больше мне от тебя ничего не надо Понял? Слушай, давай Я лучше тебе денег дам Ты где-нибудь в другом месте откроешься Нет, Максат Мне именно то есть твоего нужно Хочешь, чтобы я тебя простил? Вот тебе моя просьба Так, подожди сейчас Ну, что ты опять стоишь Придумываешь что-то? Он же ясно сказал Отдашь и сто Он тебя простит Так оно же на жену этого Арсена переписано Как я сейчас теперь? С кем разговариваешь? Да это не тебе это Мысли вслух Ладно, я тебя понял Решим Точно? Как мужик? Как перепишу Я свяжусь с тобой Ну, хорошо Что там, Канна? Кто такой? Да, мужик один А что хотел? Да непонятно, что хотел Ты колодки поменял? Да, поменял Где аккумулятор вчера? Там стоит Принеси О, Магия Молодец Слушай, чай май, стейк мейк? Нет, Рахмед Оспался Что там? Что за срочность? Надеюсь, не журналист опять? Да нет, при чем-то там Помнишь Это из того Которое на твою жену переписали? Какое из того? А Та, которая на Манаса? Ну и что? Его надо переписать Круто Супер На кого? На того человека У которого мы его отобрали На Кану, что ли? На хуй Ну и что, деньги появились? Ну что там? Миллион два осилит? Он заплатит нам Ровно столько Сколько заплатили ему мы В смысле? Подождите Это же как-то его Несправедливо же А то, что мы у него По беспределу отжали Это справедливо? Да, делай, что говорят Ажи, Магет Че-то я, честно, не узнаю тебя Я не понял Здесь что? Камеры где-то спрятались? Розыгрыш какой-то, что ли? Че происходит, брат? Давайте Если вас сверху кто-то давит Порешаем Мы тоже непростые Вот кого-кого Его ты точно не осилишь Так что давай без этого Макет Я, конечно Уважаю вас Но это как бы Общий бизнес Арсен Это не общий бизнес Это мой бизнес Я просто переписал его на твою жену Чтоб вопросов не было Тогда давайте так, Макет Слушай Арсен Это не просьба Это поручение Выполняй Брат, может вы что-то Не договариваете просто? А? Братан Жан-то, ну Алло Ракета, ты где? Надо срочно поговорить Срочно Мам Я уже Расскажите про папу Какой он был Как вы познакомились Вы вообще с одного аула? Нет Он с другого аула Его папа у нас в колхозе работал И он с ним приезжал туда Получается, вы не в одной школе учились? Да А как его звали? Асхат А что ты так спрашиваешь? Нет, ничего Он просто Просто спросил Ладно, я пойду В рейдинге Реклама Хорошо, Жан Что это с ним? Ай, Махзат Одни переживания из-за тебя Знаешь, как я хочу жить в будущем? Как? Хочу иметь много денег Я построю большой-большой дом За границей тоже пару домов куплю Чтоб мы с тобой туда летали Отдыхали И чтобы наши дети там игрались Жан, Мсу А я просто хочу, чтобы мы жили Не важно Главное, чтобы были вместе Я, ты И наши дети Да Жан Как думаешь Кто у нас первый родится? Мальчик или девочка? По-любому мальчик Я назову его Абай А почему Абай? Ну, в честь Абаях он Абаях Чтобы наш сын был таким же мудрым И грамотным человеком Ну, ладно Сына назовем Абай А дочку как? А дочку Дочку назовем Абайя Эх, Максат Я свое слово сдержала Жаль, что ты свое не сдержал Соскучился по этому СТО? Ну да Я же его с нуля поднимал Знаю Держи Что это? Это документы на твое СТО Проверь там фамилия и имя Правильно указаны? Подожди Ты что, серьезно? Ну да А сколько я тебе должен? Нисколько Это изначально твое СТО Мы попользовались Вот возвращаем Мне что это, снится что ли, Маке? Я тебе еще СТО штук торчу Я тебе еще раз повторяю Ты мне ничего не должен Все Халас Я тебе долг прощаю Самое главное, чтобы ты меня простил Маке, я тебе, конечно, я тебя прощу Сейчас получается, как будто я тебя Ну, ладно Ладно Спасибо тебе большое Все, с этим решили? Я могу для тебя еще что-нибудь сделать? Для меня? Надеюсь, это последняя просьба Большое прощение Вы сразу закажете? Баршим нас едет Хорошо Че с тобой? Че такое напряженное? А как не напрягаться, Арики? Вы видите, че там Мак смутит? Я сегодня на ровном месте СТО переписал Пойми Почему? Да ты че? Ну, значит, хорошую сумму, наверное, предложили Вот именно Ни хрена мне не предложили Я просто взял Тупо переписал Я сто пудов говорю Он что-то мутит Он крысит даже может Вот есть ощущение, что он крысит бабки Да ты че? Он не такой Сколько лет мы его знаем? Ты че, Арсений? Арики, вот именно Сколько лет мы его знаем? Скажите Много И в один день Папка изменился Непонятно почему Все, хватит Братан, он что-то мучит Я клянусь Надо концы обрубать И все Самим надо двигаться А нет, Арсений Ты че? Если даже он изменился Мы не можем Давай не будем торопить события Да тем более Мы не можем сейчас обрубить все От него мы просто зависим Ты это понимаешь? Значит все Не надо зависеть от него Не надо? Зачем? Давай сами по себе двигаться Не, мы так сразу не можем Давай ты это Расслабься, а Хватит уже Ты лучше скажи Че там насчет Этого журналиста Че он там сказал? Вот именно ничего Он просто сказал Его не трогать Вот почему он так сказал Слушай, Арикет Там люди ждут Деньги зарядили Ждут все Понимаешь? Все ждут Этот урод Назит нам А он говорит Не трогай Странно Но если он так просит Мы не будем его тогда трогать Конечно не будем трогать Но я тут подумал Ну если вдруг Случайно Ну бывает же такое Вот шел и Кирпич на голову упал Или я не знаю Подскользнулся например Или шел-шел И докопались Каких-то Три мужика И сбили его Ну че Может же быть Так вот Правильно? У него же рожа мерзкая Вы же видели Алмата Город большой Ну может же быть Так вот Правильно? И че Ты хочешь Послушаться Макса Не идет вам Это слово Послушаться Че он ваш Хозяин что ли? Или мы че Какие-то щенята что ли? Вчера выросли что ли? Братан Как вы не поймете Мы же все были Как бы Бизнес-партнеры В каком моменте он Ладно мой Твой шеф стал Мне даже обидно Не то что Вам Понимаете? Серьезно Давайте все На себя Одеяло тянуть Надо решить С этим журналистом Давайте решим Правильно? Ну хорошо Согласен Конечно братан Сколько можно Алло Азап Как дела? Слушай Сейчас я тебе адрес Кину подеть Срочно только Ну что? Как все прошло? Нормально? Алло Я говорю Нормально воде Смотри на дорогу Хорошо Прости Не обращай внимания Да нет Все нормально Да я не с тобой разговариваю Я по телефону Вон через наушник А Кейшринс Ну что там дальше? Поедем извиняться? Слушай мы можем Через пару часов поехать Здесь рядом Сауна есть Я хочу попариться Если хочешь Давай вместе Я же тебе говорил Все людское Нам чуждо Кстати я знал Что ты про сауну Заговоришь Так что следующее извинение Связано с сауной? А что там? Помнишь Три года назад Ты вызвал девушку Легкого поведения В сауну Потом избил ее И не заплатил Подожди Я что теперь Перед путаной Буду извиняться? Во первых Она человек А во вторых Путана она Или кто то еще Это не твое дело Бог Сам все рассудит Не Это все понятно Но Она же тоже Как бы это Неправильную жизнь вела Согласен Но на то время У нее было двое детей Мать больная Работы никакой Поддержки нет Конечно Это ее не оправдывает Но сейчас Сейчас она встала На путь исправления Вышла замуж Ведет обычную жизнь Каждый может ошибиться Тебе ли не знать Хорошо Где она? Куда ехать? Парк на Сифулино-Колдайково Жаслан На Сифулино-Колдайково Парк Если езжать туда Хорошо Кстати Их в семье четверо И они до сих пор живут На съемной квартире И что мне теперь Квартиру подарить что ли? Нет Ты что О чем ты? Я это так просто К слову Жаслан Езжай через офис КОНЕЦ 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 КОНЕЦ